Всем привет! В эфире канал Теннис здесь. Врываемся в новости, дамы и господа. В финале Роттердама в матче против Синера, когда тот вел 4-3 в первом сете, Даня на своей подаче сломал не только экран ограждения, но и игру Яника. Итог 5-7-6-2-6-2. Победа за Даней. Далее был ATP-250 в Дохе. Турнир на открытых кортах дался нелегко, но наш соотечественник дошел до финала, где сошелся с титановым сэром Энди. Встреча была крайне напряженная, Марэй не уступал и боролся за каждый розыгрыш. Но Даня оказался выносливее и стабильнее. Итог 6-4-6-4 и следующий титул за Медведевым. Из Дохи Даня перебрался на ATP-500 в Дубае, где произошла череда интересностей с нашим главным героем. Там была и битва подачами с руки с Александром Бубликом. И мощнейшая серия выигранных подряд геймов длиной в 21 очко сборно Чоричем. Далее был полуфинал с самим Джокером. По словам Новака, у Медведева огромное терпение. К тому же он хорошо двигается для своего роста. Его бэкхенд один из самых стабильных в современном теннисе. Итог матча 6-4-6-4. И первый чисто российский финал Рублев-Медведев за последние 15 лет. Ранее два россиянина играли в одном финале лишь пять раз. Встреча двух друзей в финале показала, что в теннисе побеждает стабильность и выдержка в лице Даниила Медведева. Итог 6-2-6-2. И третий титул за месяц у Дани. Браво! Как известно, 80% суши покрывает вода. Остальные 20% перекрывает Медведев. Поэтому даже на медленных, по словам Даниила, кортах, он готов показывать высочайший уровень игры. Корт и Индиан Уэллса, видимо, обиделись на русского осьминога. И он подвернул одну из своих конечностей. К счастью, не критично. В финале Медведев сошелся с Алькаросом. Но тут, видимо, взяла свою усталость. У человека четвертый финал за месяц. Итог 6-3-6-2. Алькарос вновь номер один в мире. Сборы в Турции от Теннис Кэмп и Технифайбер. С 1 по 9 мая. Вас ждут. Две тренировки в день с опытными тренерами. Практикум от официальных дистрибьюторов Технифайбер в России. Уникальная теннисная анимация. Индивидуальные консультации и лекции по технике игры. Подарки и призы от партнеров. Фото и видеосъемка. Любительские турниры. И, конечно же, море. Солнце. Пляж. Коктейли. И питание на высшем уровне. Мы распределяем группы по уровням. Поэтому с нами могут поехать как новички, так и продвинутые игроки. Успей забронировать себе место. Переходи на сайт tenniscamp.ru по ссылке в описании. Первая ракетка мира Иго Швентек успешно защитила свой титул на турнире в Дохе, победив в финале Джессику Пегулу со счетом 6-3, 6-0 и взяв 12-й титул в карьере. Однако после беспроигрышной серии Иго наконец потерпела поражение в финале чемпионата в Дубае от Барбары Крейчиковой со счетом 6-4, 6-2. На этом турнире Чешка обыграла первую, вторую и третью ракетку мира. Интересно, что Швентек проиграла всего 9 геймов на пути к финалу. Это наименьшее количество среди всех когда-либо выходивших в финал ВТА-1000, превзойдя предыдущий рекорд, установленный Сиреной Уильямс в 2013 году. Российских теннисистов пустят на Уимблдон, пишет The Daily Telegraph. Кроме Уимблдона, наши парни и девушки смогут участвовать и на других турнирах Туманного Альбиона, так что можно ждать кого-то из ребят в изборне и Квинс Клабе. При этом игрокам, вероятно, придется подписать какую-то бумажку, но и ее надо будет перечитать 10 раз на всякий пожарный, прежде чем подписывать. ЛТА, ассоциация лаун-тенниса, после того, как не пустила российских и белорусских спортсменов, заценила весь прошлогодний ущерб и не кислый убыток серии местных турниров. Женские турниры в Нотингеме и Бирмингеме и до прошлого года не приносили прибыль ассоциации, а докинутый сверху штраф от WTA и вовсе усугубил ситуацию. Новаку Джоковичу отказали во въезде в США. Новак просил, чтобы для него сделали исключение и разрешили попасть в страну без прививки от коронавируса. Сейчас уже точно известно, что Новак не поедет в Штаты и начнет готовиться к грунтовому сезону. Сам Джокович недавно заявил, что мечтал бы сыграть на Роланго Рос с Надалем, потому что это его главный соперник на грунте. Верим, что грунтовый король сможет восстановиться к началу французского мейджора и легендарное сражение состоится. Женский финал Индиан Вэллс разыграли Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Не так давно они уже встречались в финале Австралиан Оупен. В тот раз победила Соболенко. На си раз сильнее оказалась Рыбакина. Итоговый счет 7-6, 6-4. Елена Рыбакина победитель Индиан Вэллс 2023. Ну а на связи был канал Теннис Здесь. Всем хороших новостей!